Друзья, добро пожаловать! Вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» у микрофона Юрия Рашкина. Я очень рад, что вы с нами сегодня. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, распространяйте это видео в ваших соцсетях. На этом канале мы специализируемся на огненных, огнедышащих эфирах. Возможно, вы уже видели недавний разговор с Кариной Орловой. А сегодня я очень рад, что присоединяется Айдар Мушдабаев. Айдар Кагла, привет! Салям алейкум, всем привет! Привет всем, кто смотрит твой канал. Подписывайтесь на меня так же. Это прекрасно. Ты знаешь, мы так тоже можем. Я могу по-русски, ты можешь по-украински. Я так теперь провожу интервью. Меня задают вопросы по-украински и отвечаю по-русски. Почему и нет? Знаешь, я давно перестал замечать, на какой мове я говорю. И я даже не могу сказать, какой мове я иногда думаю. И, взагалі, Украина, ну, звісно, вона станет украиномовной, потому что просто бридко и огидно разговаривать российскую мову окупанты, которые нас гвалтуют, бывает. Ну, просто это не норма. Так, и украинский, будет переважно украинскую мову, звісно. И дети наши, чтоб ты понимаешь, да, они абсолютно российской не спілкуються. Тобто, российская мова в Украине переречена, в принципе. Я думаю, что и в свете ситуация складается так, что большинство людей на этих факультетах словестики, там, они просто перейдуть на украинскую мову. Ну, все абсолютно природно, бо нация, яка так поводиться, ну, вона викликає до себе ставлення для всього своє, от таке самое. Тобто, тяжко уявити, щоб німецьку мову після Другої святого войны, там, активно хтось вивчав, навпаки, намагалась її не чути, да, не бачити їх, не чути. Вот так поводятся росіяни, це все цілком заслугований і абсолютно природний процес. Знаєш, да, це, конечно, природний процес, тому що це буде м'яць, і, да, люди дуже довго реагували з трудом на немецьку речі, і некоторые до сих пор, це вообще, так сказати, поколенческий вопрос. Я тут думаю, как переводчик, тому що я переводчик з русського на англійський, і коли появляться, тепер все чаще появляється нужда переводчиків з українського на англійський. Я кажу, извините, це не ко мене, так сказати, є специалисты, і так що я думаю о будущій моїй професії в якому-то смыслі. Але я думаю, що я, наверное, лично ще буду обеспечен достатньо довгое время, тому що все-таки будуть люди, які будуть говорити по-русски, і, по крайней мере, хорошо розуміти по-русски. Поэтому посмотрим. Я думаю, ми, наверное, говоримо якісь все-таки десятилетия. Але, тем не мене, я думаю, що український язык просто станет, вже становиться намного більше популярним. Ну, конечно, кто-то же должен себе ще заказати могилу на русському языці, там, і місце на кладбищі. Потому що русський мир умирає, і физически, він физически вимирає просто, да? Це як хтось назвав «Об'єдиненні арабські вимираты». Це дуже цінне названня, я називаю це «Северною-Северною Корією». А це не сутра іммиграція? Та при чому тут іммиграція? Понимаєш, можна уехати в Америку і остаться таким совком, таким вообще пыльным совком, що Аркадий Бабченко описав случай, коли чувак какой-то по фамилии Кауфман, який прожив всю життя в Америке, начинав писати у нього там в комментариях в Ютубі, що я так хочу на концерт Океана Эльза пойти, а вдруг мене там за русский язык, значит, вот как русского, мене... А ви, фамилия ваша? Кауфман. А скільки ви в Америке живете? 20 лет, там, я не помню, да? А в России вы когда були? Да уже не помню. Значит, а при чому тут это вообще? Идите і слушайте концерт. Нет, ну я же все-таки русский, но у меня там... Короче, в итоге его послали на Требупу прям в чапи, а он до концерта не дошел. То есть такой идиотизм полнейший. То есть они вот люди выезжают... Мне кажется, есть очень простое решение для этого. И решение называется, если ты не уверен, как на тебя смотрят, если ты думаешь, что ты слишком русский, скажи «Слава Украине». Вот именно. Вот именно. И люди улыбаются, мне сразу отвечают героям славы. Это очень приятное ощущение. Я не знаю... Нет, значит, вот это очень интересно. Вот это... Вот как будто... Я извини за такое выражение, как заноза в жопе, да? Вот вместо того, чтобы ее вынуть, ты наслаждаешься болью. Значит, она гноится, ты ее расчесываешься. Стань человеком и не надо быть никаким русским. Русским быть сейчас – это позорище, потому что русский – это символ как бы высшей расы, вот этой аристовой их... Это же не название этноса. Поэтому говорить, что я русский – это уже бросать вызов приличному обществу сейчас. Потому что, как говорить, я террорист, или я там насильник, я убийца детей там. Я люблю наших мальчиков, которые убивают украинских детей. Это же не то, чтобы я, а я каким-то образом причастен к этому. Ну да, то есть ты от этого не... Тебе это не брезгливо. Ты воспринимаешь это как вариант нормы. Да, небольшие перегибы есть, да, убили 500 украинских детей. Но в целом... Даже если в любом случае, даже если я считаю, что я полностью против всего этого, просто тот факт, что я из России, что я говорю по-русски, у приличного человека вызывают определенное чувство вины, причастности к этому каким-то образом. Но у человека вызывает, а у антилюдей не вызывает. И мы знаем миллион примеров того, как люди, находясь уже в эмиграции, якобы противники Путина, значит, начинают оскорблять украинцев, как только могут, да, начинают поддерживать террористов, как они только могут, и своим вот этим, с жоповым языком называют их своими ребятами, назвать своими ребятами, серьезно? И как, что бы делал этот Шендерович, если бы в 43-м году кто-нибудь в Америке назвал бы своими ребятами чуваков, которые еврейских детей кидают в печки? Серьезно? Свои ребята? Ну если это свои ребята, сиди тогда, где сидишь, не выходи из дома, потому что таких своих ребят здесь вот по посадкам много валяется, а найдутся люди в Европе, которые подойдут и спросят у тебя, поблагодарят от украинских убитых детей. Он это говорит одновременно с тем, когда несколько детей хоронят братьев и сестер в Умане, да? Это вообще же символ такой. Умане – это еврейский центр религиозной, определенной части иудаизма, да? Вот, и там тысячи, тысячи, тысячи верующих евреев, которые происхождением их семьи из Украины туда приезжают каждый год, и всегда приедут, несмотря на что они, на что они приезжают, да? И вот, как бы, Израиль увидел, весь мир увидел, что они просто убивают детей в кровати, да? Спящих детей убивают. Да, но я не чувствую от этого никакой радости у Шендеровича. Ну никакой. Ну, а ты почувствовал какое-нибудь сочувствие? Возможно, как он... Еще бы он радовался, еще бы он радовался, еще бы он радовался. Может, еще тост за Холокост поднять при нем? Ты знаешь, что я прошу прощения, конечно, да? Я специально утрирую, но без утрирования тут не доходит до людей ничего. Вот если для них нормально, наши ребята, хотя они иногда и убийцы, да? Дальше запятая, то они еще филателлисты, а Гитлер хороший художник, Витя. Неплохой художник. А то, что он полтора миллиона еврейских детей спалил, ну хуня какая. Ой, извините, ну ерунда какая-то, да? Ну кто не ошибается, да? Он не понимает, что он переходит грань эстетическую такую, за которой уже не здороваются. Но ему объяснят это. Жизнь ему это объяснит. Он оказался гораздо глупее, чем я думал. Вот просто намного глупее. Причем он не извиняется, а там трактовать нечего. Это ужасно. Это такая, знаешь, холодная констатация. Да, вас убивают. Да, да, ну и что? Едем дальше до первого поворота. Да, что детей в Умане тут убили, а что? А, да, я пропустил эту новость, да? А сколько всего? Пятьсот, да, ну хорошо. Ну пятьсот и так, и так еще, ну вот семьсот пятьдесят, и тогда задумайся об этом, да? Ты понимаешь, это просто дно. Вот это люди, которые всегда были, есть и будут совками. И главное, Юр, даже не в том, что они говорят это, они говорят всякую чушь. Совок отличается от человека тем, что он никогда не признает своих ошибок, всегда обвиняет в них других и никогда не извиняется. Это вот первый признак античеловека, которым, как выяснилось, является всеми любимый обласканный, облизанный, а на самом деле ментальный расист Виктор Шамдорович, который с удовольствием приехал бы в оккупированный Киев давать концерты в каком-нибудь оккупированном доме литераторов. Вообще-то ни секунды не сомневаюсь над этим. Ни секунды. Они все просто сейчас так, как бы, так просто не сложилось. Украинцы помешали готовому празднику, этим поездкам каких-нибудь там правозащитников российских в оккупированный Киев. Они бы передавали нашим политзаключенным, которым бы мучило их гестапо, они бы передавали передачки, ставили бы в одиночных пикетах. Но это первое время. А потом они опять вернулись бы к свободу Навальному, а хохлы, да пусть вы все умрите. Я же знаю их психологию. Они нас за людей. Когда Шамдорович говорит об украинах, украинцам понятно, что он не считает их за людей. Понятно, что это расисты обычные. Это для него хохлы, салоеды, я не знаю кто. Он говорит с презрением, у него перекошенное лицо. Но если бы ему дать волю, он бы сказал просто забросьте на них нахер ядерную бомбу, чтобы у меня проблем не было. Вот и все. Понимаешь, мы ему бельмо в глазу. Но это его проблемы, потому что он выглядит как конченый абсолютно человек. Его нигде скоро не будут встречать. Вот аудитории русскими же умирает вместе с ними. У него же не будет ни одного нового поклонника. К нему будут ходить старые пердуны, которых из Вилины уже не пересекаются, да, и параллельно идут как рельсы. И они будут его слушать, смеяться в тех самых местах, да, такая иммигрантская херь, да. У него не будет ни одного нового поклонника. А умрет он в абсолютной безвестности. Я желаю ему, кстати, дожить, потому что в трибунале Украины предъявит ему обвинение в оправдании террора и массовых убийств обязательно. Это он уже попал, и он, думаю, так смешно, попал в сайт «Миротворец». Ах-ха-ха, смешно, это общественный сайт. Ах-ха-ха, ничего, да нет, там просто все зафиксировано. А статья за это есть. И никак он не выкрутится. И без обвинения это никак не обойдется, и без покаяния, я бы сказал. Потому что там трактовать нечего, там все понятно. Он ассоциирует себя с убийцами и называет жертв нацистами. Извините, нас убивают под этим лозунгом, что вы нацисты. Он говорит, правильно этих евреев несут в газовую камеру. Они мешают нам жить, мешают, мешают, мешают. Да, они не такие, их надо вот это вот все, да. То есть он повторяет обвинение в нацизме ложное, из-за которого все это вообще происходит. Это главная его вина, да. Это преступление, настоящее преступление. Нацисты в украинце, если в украинце серьезно, ты совсем с крышки съехал, чувак? Ну тут просто даже говорить не о чем. Это просто за такое, вот просто бьют, извините. И ему набьют что-нибудь, вот реально. Потому что это просто ниже всякой критики. Это подлость какой-то в 99-й степени просто. Понимаешь, я вижу, есть пространство, ну какое-то, между Путиным с одной стороны и Украиной с другой стороны. И это не просто ты, так сказать, за Путина или ты за Украину. Но можно, оказывается, есть такое пространство, где можно быть против Путина, но как-то и за Украину. То есть против Гитлера, но за Холокост, да? Хорошая позиция. Я просто смотрю меньше на Шендеровича, потому что все-таки он, ну, писатель. Я не понимаю, почему писатель... В смысле? Так он виноват в сто раз больше. А есть российская оппозиция, которая встречается, которая проводит... Так он и есть российская оппозиция. Которая, мне кажется... Нет, ну, Шендерович-то никуда не избирается. Поэтому у нас обычно, когда... А они куда избираются? Вот. Я не знаю. А вопрос никто, куда избирается. Вопрос в изначальной моральной позиции. Я думал, что хотя бы геноцид украинского народа, это геноцид, это массовые расстрелы по спискам, по доносам детей, показательные изнасилования и так далее. Если это их не убедило, то их ничего не... Это не люди, понимаешь? Это не... Я не знаю вообще, как его встречают в Израиле, где-то в Польше. Он там, я не знаю, в Балтию хочет ехать, да? Как там встречают вот этих людей с холодными, прозрачными глазами, которые рассуждают об украинцах как о нацистах, об их убийцах как своих ребятах. Серьезно. Да за такое просто выбрасывают в окно. Я не знаю, с самолетом на высоте 10 тысяч метров. Потому что это просто античеловеческое поведение. Тут нечего обсуждать. И между Украиной и не Украиной есть только одно место. Это пропасть моральная. Потому что совсем не обязательно быть за Украину, чтобы быть украинцем, чтобы быть за Украину. Там голливудские актеры, писатели, известнейший мировый Стивен Кинг. Почему ему-то это не свои ребята? Почему же он нацизм-то не видит в Украине? У него что, ума не хватает? Шендерович умней, талантливый. Что с ним случилось? Просто Шендерович самок. Когда американская армия была в Ираке, то каждому американцу пришлось делать какой-то выбор, что они по этому поводу думают. А там имел место геноцид? Там имело место окончательное решение национального вопроса? Нет. Вот и все. И на этом надо ставить точку. Если еврей Шендерович, который себя считает почему-то русским, не понимает, что такое геноцид, я это прекрасно понимаю. Они родились без эмпатии. У них нет эмпатии. Они не люди. Вот потому что он говорит, он его оправдывает, они своим кружком этим ходят. Если у человека нет сочувствия к другим, если он не способен себя поставить на сторону жертв, но легко становится на сторону палачей, это анти-люди. Это антицивилизация. Понимаешь? Это анти-люди. Это не люди. Люди так себя не ведут. Люди, когда, если случайно, может он там, не знаю, там, сгоряча что-то сказал, но если бы он это говорил один раз, он претензий к украинцам предъявляет за 4 февраля этого года, он каждую неделю выпускает ролики, где украинцы у него виноваты. Где украинцы Ивановича выбрали, где украинцы там то сделали, так это не так. Пошел ты нахер. И все. Ты посмотри, что твои дворят. Поэтому он против Путина. Да пошел он нахер просто. Да, Катя, слушай, Стрелков и Гиркин против Путина. Его бойцы Вагнера против Путина. Понимаешь? Путина? Бойцы Вагнера. Да, конечно, для них Путин это слюнтяй какой-то. Я думал, что они там его боготворят. Я ошибался. Но это ты так думаешь. Многие россияне не любят Путина. Если они просят у него, чтобы он им дал там патроны и автоматы, ну, видимо, они как-то... Это единственная инстанция, к которой можно апеллировать. Это великий Путин. Но это когда у тебя нет достоинства, и у тебя все время есть хозяин, тогда, конечно, ты можешь апеллировать только к барину. Это естественно. Мне непонятно, как можно считать вот этих людей. Это вообще какое-то сумасшествие. Просто безумие. Это медицинский диагноз. Я настаиваю на этом. Потому что когда человек по фамилии Гозман, находясь в Израиле, говорит, что я никогда не вернусь себе домой, но мои дети туда вернутся, восстановят наш дом. Ты что, дурак вообще? Ты вообще-то еврей. Встань, выпрямь спину. Ты сын городового народа, который защищается 70 лет от тирании окружающих, от геноцида. Ты что, перед ними на коленях-то ползаешь? Совсем что-то с ума сошел. Ну, извините. Но это просто какая-то ерунда. Но если ты так плачешь по березкам, ну не поезжай в Израиль тогда. Не надо, не унижайся. Тогда он в тирании населеть никто не хочет, особенно человек, которому заселился. Ну, слушай, кроме Израиля, есть еще места, где они его не посадят. Но это оскорбление Израиля. У меня племянник воюет за Израиль. Извините. И приезжает такой хрен, поймешь что? И начинает рассуждать, что по березкам его тоскуют. Родина наша несчастная. Ты определись, где твоя родина, сынок, вообще. Там или там. У меня вот племянник этнический не еврей. Но он за Израиль готов жизнь отдать. А ты приехал туда кем? Пенсию получай. Медицинское обслуживание, за которое ты не платил. Это очень доброе государство. Прекрасное государство Израиля. Оно всех привечает. Только веди себя не как свинья. Там хотя бы. Приходит Макаревич по Израилю. И вот ему чешется. Нет бильярдов русских здесь. Скучаю по русскому бильярду. Ну, поезжай в Москву, играй на своем бильярде. Говорят на непонятном. Еврейские дети громко шумят, пишет Бажена Рынская. Они такие невоспитанные, эти хасидские дети. Да кто ты такая, чтобы их учить? Воспитывают детей евреев. Для детей, евреи на детей голос не поднимают, как все нормальные. Это вообще западные. Детям дают здесь намного больше, чем в России. Ну, я понимаю, что она. Они смотрят на окружающий мир с позиции собственного и ац. Понимаешь? И они выросли такие. И они не стесняются демонстрировать свою дикость. Понимаешь? Вот он едет, Макареич сейчас у него Израиль, он не удовлетворяет его. Значит, раньше его не удовлетворяла Украина. Значит, вернее, наоборот. Едет, значит, по маршруту Ивано-Франковск, Тернополь, Львов и так далее. Говорят, ой, а я думал, тут провинция, а тут так чистенько, да. Тут дворцы такие, вся архитектура. Чувак, ты откуда приехал? Ты ехал в западную цивилизацию с востока, с дикого. Они к украинцам относятся как к каким-то дурачкам с салом в руках. Да мы не дурачки. Мы из таких дюлей навалим еще вам. Поэтому, ребят, немножко, ну, рот закрывайте просто, потому что вы договоритесь. Я реально говорю, договорились, просто вы будете нерукопожатными, вы никем будете. И будете сами свое вино там пить, он там. Вообще, конечно, классно, да. Просрали страну, все потеряли, значит, весь протест свели к нулю. Установился рейх при этой интеллектуальной элите. Макаревич входил в Советы по культуре при президенте России. Илья Яшин был начальником комиссии военкомата до 19-20 года. Классно посидели. Теперь один в тюрьму и кричит там руки прочь от Украины, а другой в Израиле, значит, бренд свина своего раскручит. Такая горькая эмиграция. А эти, Чулпан Хаматов и вся эта сволота, которые у Путина кормились и кормятся с руки Абрамовича Путина, они теперь с грустными лицами позируют на фоне своих съемных партий. Они не понимают, что Россия не их страна. А чья страна Россия? Ты знаешь, значит, их страна. Если они себя ассоциируют с палачами, значит, они палачи сами. Значит, пусть так и будет. Но тогда не говорите никому, что нас обижают, не любят, вас не любят. За дело, вас обижают. За дело. Вы все получаете за дело. Вот. Поэтому просто сейчас до них мало кому дело есть. Вот поэтому они такие отвязные. Он оправдывает терроры и думает, что ничего не будет. Да будет все, видите, все будет. Говори больше. Друзья, вы смотрите Рашкин репорт. Подписывайтесь, жмите лайки, комментируйте. Что вы думаете по поводу всего того, что уже было сказано и то, что еще будет сказано? Мой гость сегодня, Айдер Муждабаев. Айдер, только что произошли взрывы над Кремлем. Значит, сбили один, два беспилотника. Это выглядит, ну, абсолютно как-то как детский сад, потому что эти люди не могут защитить, ну, не то чтобы свою территорию, это говорит, наверное, о настоящих размерах этой Москве, что они как бы Кремль с трудом защитить не могут, сбили прямо над зданием. А сейчас у них вообще еще парад будет 9 мая, по идее, должен быть, у них там праздник. и уже предлагает полмиллиона тому, кому, полмиллиона долларов, человеку, который посадит беспилотник с надписью «Слава Украине» на Красной площади во время этого парада. Твоя реакция вообще на эти события? Ну, слава Богу, у Навального ничего не получилось, и Россия осталась окрумпированной страной. При нем бы, если бы Путин сделал бы каким-нибудь старшим по коррупции, например, то, наверное, было бы больше танкеров, ракет, и больше ПВО. Но так как, слава Богу, он сидит в тюрьме и до этого не был причастен к борьбе с коррупцией в реальной... Даже если бы он не сидел в тюрьме, он все равно ничего не смог. А мне все равно. Я людей, которые одобрили оккупацию Трыма, людьми не считаю, потому что они одобрили перелом судеб миллионов людей. На его руках кровь потищенных, убитых крымских татар, сидящих сейчас в тюрьме, на гораздо более долгие сроки, чем он. Поэтому меня он сочувствия не вызывает. Ты рыл другим могилу, сиди в ней сам. Это прям логика вообще элементарная. Теперь хотели убивать украинцев и смотреть на это по телевизору? Нет, так не будет. Не будет так. Так не бывает. Это только наивные немцы в каком-нибудь сороковом году думали, что они будут всех убивать, им из-за этого ничего не будет. Но потом на карту Германии можно посмотреть, что там было. И поэтому они наплодили такой объем холодной ненависти, ненависти, которая трансформируется в дроны, по крайней мере я знаю трех людей лично, которые строят дроны сотни уже. Это ударные дроны, это дроны, но по сути это бомбардировщики, которые очень трудно заметить, очень трудно сбить, они небольшие и так далее. Если, извини меня, они сбивают над Кремлем, там что-то сбивают, ну, значит, систем ПВО там нет нормальных. То есть наше ПВО лучше работает украинское, чем русское. Вот и все. И все оружие, которое сейчас в Украине есть, оно лучше, чем русское. Я вчера говорил с военными, да, и, например, ну вот, если взять объем вооружений западных, которые у нас есть, да, и которых наши научились работать, и объем тот же самый вооружений русских, которым они пользуются, это соотношение один-десяти, то есть единица украинского современного оружия равна десяти единицам русского. То есть никакого преимущества нет, никаких шансов нет, ничего нет. Ну вот приехали наши из Бахмута ребята, герои. вот, значит, ну, ведут их сотнями на убой, да, у нас тоже есть потери, да, и раненые, и так далее, вот, война как не бывает по-другому, но их реально на убой, их там реально убили тысяч двадцать, да, может больше, а сраненые тысяч под сто, извините, в районном центре. То есть они не умеют ни воевать, ничего, они умеют только убивать своих и чужих, своих и чужих, да, но если это ребята Виктора Шандеройча, значит, он просто невероятно злой, тупой, необразованный и недалёхий человек просто, вот и всё. Значит, остыривает себя Игорь Эйдман, блестящий человек, горжусь, что я его знаю, давно, я в нём не ошибался ни разу, но он, конечно, написал, ну невозможно быть сейчас русским, если ты не одобряешь это, то есть сейчас заявление, я русский, меня обижают, я русский, это равносильно тому, я одобряю убийство украинцев, значит, а давайте сейчас со мной дальше говорите, ну поговорят с тобой, какие проблемы, придёт твоё время, потому что безнаказанность, это вот иллюзия безнаказанности, это главная ошибка всех преступников, моральных, физических, любых, да, им кажется, что в момент совершения преступления или момент оскорбления кого-то, им кажется, что всё круто, классно, всё зашибись прошло, да, вот, но это вообще не так, да, и если иметь немножко мозга, чуть больше в объёме, чем у великих русских писателей современности, то можно себе представить будущее этих людей, я бы им не позавидовал, например, это осуждение, обструкция, это никто не будет их считать никакими ни пророками, ни писателями, будут считать преступленцами, говнюками, вот они себе сами вырыли моральную могилу, уже в ней сидят, вот, и закапываются, ну, как бы, мешать не будем, пожалуйста, но просто мир, они не видят, как меняется мир, они, земля вращается быстрее, чем они думают, просто. В этом, кстати, действительно, мне кажется, очень важная часть логики, потому что мир очень изменился за последний год, и то, что Игорь говорит сейчас о том, что он собирается отказываться от российского гражданства, и, насколько я понимаю, принимать немецкое гражданство, это путь, который, на самом деле, если не проделают эти люди сами, то проделают их дети или внуки, потому что, когда люди выбираются из этого болота, то постепенно и достаточно быстро они начинают дышать воздухом свободы, и понимать, насколько это здоровее и приятнее, чтобы там внутри России не было, особенно, когда все эти прелести российской жизни смешиваются с этим кровавым майонезом Кремля, и тоталитарной власти, и того, что могут всегда включить мясорубку, и всех послать на фронт. Поэтому Родина – это место, где человек родился, а дом – это место, где человек живет. И где у них дом? Где у нас у всех дом? У меня дом в Висконсине, в Соединенных Штатах. Родился я в Советском Союзе. Той страны уже вообще нет. Так что это действительно важный вопрос, который люди должны прорабатывать быстрее. Но некоторые очень, так сказать, упорные люди, упертые люди и, наверное, таким людям нужно быть такими людьми, чтобы противостоять путинскому режиму достаточно долго. Но после этого сказать… А где логика-то? И стать западниками… А где логика-то? Как сочувствие к расистам помогает бороться с путинским режимом? Я что-то не понимаю. Мои любимые мальчики из Гитлеры Юген, детишки, да, вы убийцы, люблю вас. Это часть вот этой проблемы, когда нужно выжать из себя русского, видимо, россиянина, и начать думать о том, что, например, на детей не кричат на Западе, детям дают делать то, что дети хотят на Западе. Возможно, это неправильно, но когда вы начнете понимать, что это правильно, что так нормальные люди живут, вы начинаете процесс ассимиляции. Если вы никогда не в состоянии это сделать, то это сделают ваши дети, потому что в Америке на детей не кричат. Я помню, я это видел в разных местах, когда я только сюда приехал, как меня это поразило, и как меня поразило, наоборот, когда я вернулся в Россию в 2019 году и как там кричали на детей и на родителей. Вы присмотрите за своим ребенком. Ну, так не делаются, просто не делают. Это вот часть выдавливания из себя этого прошлого. Две вещи скажу с тем, что ты сказал. Первое, в жизни таких грибов, как Шандерович и Гозман закончатся, значит, следующим образом. Это будет какой-нибудь дом моих детей, но все-таки детей, я надеюсь, дети у них получше воспитаны, понимают, что такое добро, что такое зло. И говорят, а кто это там шумит за металлический звон из кухни? Говорят, да это наш дядя Витя или дедушка Витя или прадедушка Витя. Вот он отсидел, вышел по амнистии в трибунале за оправдание нацизма российского. Или, может, не отсидел, а просто, ну, пусть же, ну, такое. А что он там делал? Говорит, он, говорит, кандалы себя снять не может, гремитами ходит в своей комнате, мы его не выпускаем. Он там по-русски что-то кричит, я русский, я русский, мы тут звукоизоляцию сделали, чтобы гостей не пугать, да? Но останавливается в развитии. Храбак. Ну, это вот, прочитайте, сказка на две минуты видео, аудио, послушайте, Лес Бодрилянский читает храбаки. Это про личинок бабочки, жука, которые решили остаться в навозе, да? Вопреки всему. Они вот так встали, расперли руками, значит, чтобы за эту жопу не вылезать, за эту жопу держаться, значит, нет, никогда, мы тут будем навсегда. Это первое. Это очень смешно. Они выглядят невероятно комично. Просто, значит, это такое, знаешь, когда смеются над юмором сатирика, это одно, а когда смеются над самим сатириком, это что-то надо менять в этой сатире, в этой сатире, да? Теперь дальше. Кричат на детей. А я тебе рассказывал, не знаю, твоим зрителям, почему русские кричат на детей, не знаешь? Не помнишь? Очень простое объяснение. когда рабов, крепостное право, это же хуже рабство, это наследуемое рабство, то есть, из него нельзя уйти никому из потомков, да? Есть только добрая воля барина, который бывал редко, да? Это способ обесценивания детей. Когда выбирали ребенка купить у матери, да? Она его унижала, говорил, что он дебил, дурак, там. Это все с неволящих рынков, грубо говоря. То есть, она обесценивает ребенка криком, чтобы, ну, если он такой дебил, что он ее мать все время кричит, он зашубленный, все делает не так, бестолковый и так далее. Она же при этом говорит, дурак, идиот, прекрати, там, иди сюда, сесть, замолчи, там. Это она просто показывает покупателям потенциальным, что он такой лечтожный, пожалуйста, не берите его у меня, у моего ребенка. Это психологическая защита, она так защищает свой плод. Это абсолютно рабская история, это раб защищает своего ребенка таким образом, обесценивая его в глазах людей, вот это чисто психология, тут ничего нового нету, это такая же девиация, как у взрослых, например, мужчин, после пятой рюмки ты меня уважаешь, такой вопрос не возникает нигде в мире. Люди уважают себя, соседи, собутыльников, женщин, детей, не знаю, коллег по работе, только у нас напьются, не уважаешь, тогда драться начинают, то есть какие-то обезьяны дерутся, выясняют, кто из них более вшивый, это просто идиотизм настоящий. Столько марки, знаешь, в русском языке таких закидонов, которых нет вообще ни в каком языке мира, даже таких оборотов нет, смысловых, ты меня уважаешь, ты представляешь себе эту фразу по-английски вообще? You respect me. Это выглядит как... Ну, правда, это идиотизм, правда, после этого обычно прощаются, потому что, ну, наверное, он сумасшедший, сейчас начнет драться и там целоваться, наоборот. Да, я только тут добавлю, что в Соединенных Штатах, в принципе, людей, пожилых людей, у нас другая, от родителей детей, мы не кричим, но пожилых мы сдаем в дом престарелых. Правда, дом престарелых здесь намного лучше, чем в России. Я себе сейчас представил, Юр, этот дом престарелых, знаешь, такие коридорные системы, такая коридор, но там надо, чтобы как в Союзе, длинный коридор, чтобы им привычно было, шахматы, шашки в коридоре, значит, вот как в этом фильме про бриллиантовую руку там или какая там... И там вот сидят все российские революционеры, оппозиционеры, как бы... Да, там такой дурдом, и, значит, но они же как, смотри, у них же как, есть низовые активисты, это их формулировка навальновская, низовые активисты, средние активисты, то есть они сразу разделятся по кастам, они выберут себе привилегированный этаж, поставят там охранника, там будет Навальный, Шандерой сюда будут пускать по настроению шефа, значит, на этом этаже выйдет кинозал, например, да, и шахматы не обгрызенные, допустим, а вот на этаже будет Шандерой, там шахматы обгрызенные, а ниже шахмат нет вообще, там только шашки, и вот это, это все равно в дурака играть, карты такие потрепанные, 40 раз скрапленные, там Евгения Марковна Альбац варит исконно русские, значит, блюда, какие-то там пельмени, значит, угощает эту самую Ратынину высшую из ума совсем, которая кричит из туалета чеченцы, 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 террористы, они на всех взорвут, вот, а Евгения Марковна успокаивает, они вместе поют гимн России, а Шандерович, значит, это самое, а Шандерович просто слюни пускает уже и все, потому что такими темпами выживать из ума, я думаю, что это очень скоро превратится просто в какую-то, я не знаю, медузу такую говорящую, может быть, пока еще какое-то время. Ты знаешь, я не знаю, как-то с одной стороны эти люди много в какой-то момент сделали правильного, в другой момент сейчас многие из них сказали какие-то странные вещи, которые тяжело, ну, невозможно защищать, и это вечный как бы у нас диалог по поводу того, заслуживают ли они той силы эмоций, которую ты на них выливаешь? Да нет никаких эмоций, я им просто глубоко, глубоко сочувствую их детям, потому что они носят эти фамилии, это же потом будет всем объяснять, почему у них был сумасшедший дядя или там папа, или все, их простят, конечно, сын за отца не отвечает, но это предельно странно, когда я не горжусь своим отцом, там, как мои дети, например, а объясняю, почему мой отец там, но у него началась деградация личности, например, в определенном возрасте, я же очень любил Шандоровича, он действительно был смешной, актуальный, остроумный, а сейчас это злобный какой-то пядька, который просто с перекошенным лицом пытается как можно сильнее обидеть украинцев, и думает, что ему за это будет, еще какой-то садомазм в этом есть какой-то, элемент какого-то самоунижения, то есть он испытывает жизнь, а вот если я еще скажу, что нацисты украинцы, еще раз скажу, что, значит, это мои мальчики-убийцы, вот что со мной будет, да, они как-то на показ уставляют, его же и Путин от этого не полюбит больше, он все равно будет против Путина, правильно? И Путин будет против Николы, то есть он за Путинскую армию, но против Путина, то есть он за Путинскую армию, но против Путина, то есть он за Путинский нарратив, что украинцы-нацисты, но против Путина, а тогда кто за Путина, если этот против, объясните мне, это значит, мне я расскажу анекдот, не буду называть Имя того, о ком в нем идет речь, возможно, многие догадаются. У меня знакомый был немец, немецкий журналист, я не знаю, он уехал уже из Москвы, он долго там работал и жил, и к нему приехал немецкий коллега. И вот он говорит, ой, ты знаешь, мне так хочется, в этом журнале, типа Шпигеля большой, так хочется взять интервью вот такого гуру интеллектуального, российского, оппозиционного, такой он очень остроумный, очень такой известный, и он так критикует Путина. Вот, ну, тот его связал, дал телефон, он возвращается вечером, весь такой взволнованный, он выпивает с моим другом, он говорит, слушай, я побывал у него в квартире, слушай, ну, если так живут враги Путина, то как живут его друзья? Вот, то есть они жили прекрасно, это бенефициары Рейха, они жили прекрасно, они вот сейчас не находят себе места, вот они чешут по разным странам, понимают, что не в Польше, где он, говорят, живет Шандорович, не в Израиле, где он гипотетически может жить, они востребованы на уровне, там, 100 человек в год, 100 билетов в год, они неинтересны, там есть классные израильские артисты, израильские музыки, израильский театр, в Америке тоже все, мягко говоря, есть свое, они бомжи, они ментальные бомжи, они вот с этой своей русскостью, они идут, как вот этот вот дурачок, значит, ветка, на нем трусы надеты, в каком-то фильме тоже советском, гайдаевском идет, акипосовку, да, ну, выглядит странно, да, ну, выглядит как-то, ну, по-дебильному все выглядит, да, и они, главное, самое главное, что они этого не замечают вообще, то есть они им говорят так, больной, оденьтесь, пожалуйста, не надо, вот здесь не принято гениталиями вращать, да, по часовой стрелке или против, пожалуйста, оденьтесь, сядьте спокойно, успокойтесь, они, нет, я русский, я русский, да господи, ну, вкалить ему уже вторую дозу, ну, невозможно, он же так, не знаю, тебе себе мозги рассорапает, да, но невозможно, они ведут себя как девианты, как любые ненормальные люди, они этого не замечают, но остальные замечают, ну, извините, то, что ты закрыл глаза, это не значит, что спрятался, да, это значит всего лишь, что у тебя, ну, не хватает ума понять, вообще, как себя вести, и, ну, я не знаю, мне их не жалко, потому что мне жалко украинцев, у которых стульбы переломаны, люди убиты, а эти говнюки чешут языком про Украину, черти что, да, пытаются как-то нас унизить, обидеть, ребят, вы серьезно хотите с украинцами закуситься на какую-то тему, тут есть одна страна, она с украинцами закусилась уже, да, вы хотите еще с украинцами на личном уровне закуситься, серьезно, Вить, ну, давай, оцени свои силы, вот и все. Я задал людям вопрос в нашем чате, спрашиваю, выновили ли вы себя, ну, я написал россиянин, ну, можно сказать, русского, как, так сказать, я думаю, люди понимают, возможные ответы, да, не до конца или нет и не собираюсь, да, пока что ответили 62%, не до конца ответили 20%, нет и не собираюсь, 18%. Друзья, даю вам еще пару минут возможности проголосовать перед тем, как мы объявим результаты этого голосования, но мне кажется, что выдавливание из себя россиянина это пожизненный процесс, который предстоит перед всеми теми, кто покинул эту территорию, так же, как любому человеку, который покинул постсоветское пространство, нужно давать психотерапевта, потому что это много травм, которые нужно перерабатывать, это, так же нужно понимать, что в России людей учат ужасным навыкам, и после этого эти навыки нужно как бы идентифицировать и выдавливать из себя, ну, начиная с расизма, но это очень долгий и пожизненный процесс. Ты знаешь, это когда тебя оставляют один на один своей болезнью, это пожизненный процесс, конечно, и долгий. Я, например, до сих пор нахожу в себе среды вот этой антицивилизации, например, у них есть такое выражение «куча людей», да, так можно сказать только про говно, но в украинском мове нельзя сказать «куча людей», да, это вот такие маркеры словесные отношения друг к другу, я вот от слова «куча людей» избавляюсь сейчас, например, да, я прямо вот слежу за этим, да, есть и другие маркеры у разных людей своих, но чтобы лечить болезнь, ее нужно сначала принять, как бы осознать, да, сказать себе «я болен», и эти же люди – нет, они обмазываются говном и говорят «это правильно, это норма», так и должно все выглядеть, почему они обмазались говном? Ну-ка, не менее, они все обмазались, я же в говне, да, ну нет, ну нет, ну так это не работает, ну, большинство людей в мире, ну, даже если у них есть отклонения какие-то, да, они все-таки находятся в рамках каких-то приличий, да, но не придет в голову вменяемый человек оправдывать русский террор, какими-то ни было словами, да, но не придет в голову никакому нормальному человеку называть украинцев нацистами, ну, никаким образом, тем более сейчас, это, ну, просто, я не знаю, это как вот бурные продолжительные аплодисменты, когда группы детей евреев ведут газовую камеру, это абсолютно аморалка, просто, ну, это просто, ну, я не знаю, как это оценивать, да, кроме, ну, вот у него, видишь, 18% есть еще аудитории, еще надо работать, чтобы было не 18%, а 1,8%, и чтобы у аудитории была вот этот вот кинозал на привилегированном этаже дома для сумасшедших русских престарелых, когда Навальный им ключ даст, этот кинозал, и он там будет перед такими паломными старушками выступать, и они будут там... Украинский нацизм, нацизм, да, вот это, бледь, да, господи, театр абсурд, да, просто. Все время, поэтому так много, мне кажется, так популярно, ну, как Сорокин, потому что его романы выглядят как-то так постмодернистские, а поэтому начинаешь сочинять, и вполне все это выкладывается, потому что это, ну, это какая-то страна, у которой, с одной стороны, нет будущего, а с другой стороны, она представляется в таком каком-то странном, абсурдном варианте. Скажи мне, пожалуйста, я просто не хочу тратить все наше время на эту одну тему, а мне очень важно понять, сейчас идет подготовление, возможно, началось контрнаступление, оружие было переправлено, не все оружие, которое хотелось, но вроде бы много оружия, там полторы тысячи бронетранспортеров и так далее и тому подобное. Какое ощущение сейчас внутри Украины по поводу того, что происходит по поводу этого грядущего или начинающегося контрнаступления, и как ты считаешь, удары по Кремлю – это часть этого или это отдельно и так далее? А кто бил по Кремлю-то? Никто не бил по Кремлю. Это летели какие-то птицы, их перепутали, наверное, с беспилотниками пальнули. Украинская страна сказала, что мы это не атаковали, но это что-то внутренняя проблема. Летящие сигареты. Да, летящие сигареты, да. Ну, пусть разбираются. Они эту войну начали, пусть сами с собой разбираются, с бомбежкой Воронежа. Я думаю, что правильно, что они не запускают ракеты, вернее, запускают ракеты именно с Каспия, но они это делали и на Сирию, чтобы просто на русские города не упало, на свои. Но это пока. Потому что я думаю, что там каждая десятая ракета падает просто тупо по пути. Просто об этом никто не знает. Но вот кто шутку палок, какая-то железяка, да? Ну, я не знаю. У нас, смотри, вот точно так же, как Шандерович не управляет миром, вопреки тому, что он думает, точно так же я точно знаю, что я не управляю контрнаступлением украинским. И вообще у меня мысли по этому поводу нет. Мысли у меня только по тому поводу, что это абсолютно неизбежно. Главным образом, потому что украинский народ так настроен. Да, у нас народ – это субъект принятия решений. То есть любая власть, какая бы ни была, она чувствует настроение народа, да? И у нас такая демократия на каком-то даже ментальном уровне. Это не столько даже подсчет голосов. Они как бы спинным мозгом чувствуют, да? Что нельзя ни шагу назад, да? Что освобождать Крым и Донбасс и все остальные древние. Не просто будем, мы обязаны это сделать. То есть нация с такой прямой спиной, она не может жить в полунижном состоянии, да? Мы не можем на четвереньках полностью жить, значит, и умолять о пощаде кого-то. Так не будет. Украинцы уже показали, что, ну, фактически украинцы разбили русскую армию на первом этапе. Ну, а что помешает Украине разбить ее на втором этапе? Желание есть, оружие хорошее теперь есть. Ну, приезжайте, дети, в Украину, вернетесь к маме в пакете. Дорогие русские дети, приходите, пожалуйста. Вообще такой интересный момент в этой войне, потому что Украина не говорит, что она это сделала. То есть летающие сигареты или птички, или что-то там произошло. А Россия тоже не может принять, что она таким образом, ну, как бы очень слаба, проигрывает все, что хочешь. Потому что если могут бить по Кремлю, то это очень серьезный, мне кажется, удар, по крайней мере, идеологический. И поэтому они находятся в таком странном отрицании того, что происходит везде. Это как-то такое интересное полное отрицание реальности, которое исходит от Кремля и от их пропаганды. Но вот, видимо, они не могут признать поражением. Может быть, они капитуляцию назовут победой. Ты ждешь что-то большое или интересное от 9 марта. Я сейчас покажу, что я жду. Дим, дай мне, пожалуйста, у меня друг художник прекрасный, значит, вот он сделал такое художественное изделие. Я хочу показать всем людям доброй воли. Вот я крупно даже покажу. Вот здесь вот эта блестящая его работа. Это будет принт, это будет вообще все, что хотите. Видите, здесь написано «Крым будет освобожден». Да? И это фраза, которую говорит президент Зеленский, которую я сказал еще несколько лет назад. И я сказал в 2014 году, 18 марта, когда все эти мои сумасшедшие коллеги вдруг стали путинистами за любимый рейх, за Крым наш. Я сказал, вы думаете, это моя жизнь закончилась? Нет, это ваша закончилась жизнь. Это вы устроили такое, и вы за это ответите. Сейчас вот Крым, Серберс, Фаладжак, все ближе и ближе. И Крым, на самом деле, русские не учат ни историю, ничего. Извините, но Крым – это природная ловушка. Там могут себя чувствовать нормально. Только хозяева, а не оккупанты. Потому что любой оккупант понимает, что два ракетных удара, и из Крыма бежать некуда. Они что, может, фильм «Бег» пусть посмотрят, как они лошадей топили, друг друга баб скидывали с лодок, чтобы только залезть туда. Крым – это ловушка. Уезжайте из Крыма. Уезжайте. Мне ваши удобрения там вообще не нужны. Мы без вас прекрасно там все устроим. Поэтому не надо задерживаться в Крыму. Сезона не будет. Я прямо передаю привет всем отдыхающим. Сезона не будет. Поэтому надо собирать вещи. Надо освобождать жилищную площадь. Жилую и нежилую. И отправляться. Но они уже бегут. Понимаешь? Но ногам не прикажешь, как говорится. Ноги – это такое дело. Они или бегут, или раздвигаются, только когда ощущения такие у людей. Что надо? Думаешь, они начали бояться? Ты думаешь, у них стало что-то пробуждаться? Они бегут просто. Что там начали бояться? Там очередь на этом мосту. Они же понимают, что этого моста… Вот давай так по-честному. Этого моста может не стать завтра. Правда? Ну так, посерьезно. А дальше как они поедут? Через прострелимые там Мелитополь или как еще? Ну тоже так себе занятие, знаешь? Все умные расисты. Кстати, Верховная Рада Украина, термин «рашизм» признала официальную идеологию России. Не знаю, кто готовил эту резолюцию. Блестяще абсолютно. Просто блестяще. Это вводит в юридический, в законодательный ряд вот эту человеко-ненавищественную идеологию, когда твои мальчики, когда другом нацисты, и приходится тебе их убивать и так далее твоим мальчикам. Ну вот все мальчики и дядечки под это определение подпадут и за оправдание «рашизма», это будут статьи в Уголовном кодексе Украины. Если вы думаете, что Украине не выдадут преступников, ну как-то вы ошибаетесь, мне кажется. А если их не выдадут Украине, то мы их сами привезем. Потому что эти люди заслуживают на публичное историческое осуждение. Мне не нужна их кровь, людей, которые не проливают в чужую, но людей, которые провожают отрешенным взглядом еврейских деток в Дахау. Вот этих людей нужно разбирать по косточкам и показывать позорность их личностей. Но вообще, если честно, они сами с этим справляются достаточно хорошо. Тут несложно. Потому что, знаешь, любой общество, любой народ, ну это не этнос, еще раз подчеркиваю, русский, это не этнос, конечно. Он оценивается по его лучшим представителям, по элите. Ну вот, если элита такая, то что же там в глубине-то вообще зарыто? Если вот это, интеллектуальный уровень, то что с других-то спрашивать? Ну вот они, главные виновники, люди, которые годами рассказывали. Но у меня, на самом деле, знаешь, вот такие ощущения. Ты же не любишь расистов, правда? И люблю. Вот. И я не люблю. Я так, ну я человек, которого, когда говорили про татаро-монгольские игры, весь класс оборачивался и показывал меня пальцем. Ну идиотство, ну как бы такое. Я знаю, что это такое прекрасно, да? Вот. И, наверное, такие люди, как Шендерович, тоже сталкивались с тем. Жит за спиной говорили, да? Может, плевали в спину. Может, нет. Может, как-то ему повезло. Но все равно клеймо еврея, оно тоже было, ну оно было серьезным минусом для карьеры, там, да? Мои друзья не поступали в университеты, там, это. Но ты знаешь, что это лучше меня. Поэтому твои родители и уехали. Тебя уезли оттуда. Ну, чтобы ты не чувствовал себя человеком второго суда. И, казалось бы, ну уж тут, ну все должно быть понятно, да? А у меня вот перелом начался с того, как, когда Навальный начал гонять черных по Москве и призывал строить для них лагеря, в которых потом его соратники сидели, когда вот эти акции были последние. Они же в этих самых лагерях сидели, которые для мигрантов, для этих черных, для этих грязных, для этих плохо говорячих по-русски, да? То есть они сели в свой зиндам, да? И вот когда эта истерия началась, я тогда сказал, это, собственно, с Грузии еще началось, я сказал, это русский фашизм. Это расшизм, русский фашизм. Это ужасно. Вы не можете так поступать ни по отношению к грузинам, вы не можете называть их грызунами, вы не можете называть лишними людьми дворника, который делает ваш двор чистым, да, или продавщицей. Можно ли сказать, что это заигрывание политика, с нижайшими инстинктами, с нижайшими инстинктами, да? Это вот и есть эксплуатация фашистских нарративов, которые пробуждают в людях они, да? И вот когда этот фор, и Виктор Анатольевич был одним из первых адвокатов этого Навального, и он, то ли Навальный, то ли он сам, я не помню. Но это все в форе звучало. Мне была брошена такая фраза. Какой-то татарин учит нас морали. Какой-то татарин. Я на всю жизнь это запомнил, да? А потом еще такой подонок есть, абсолютный адвокат тоже Рейха, имитатор антипутинизма Лев Шлозберг. Очень подлый человек, очень двуличный. Я с ним получал в 15-м году премию «Права человека» в Хельсинской, ну, в доме Сахаровском. Я потом от нее отказался публично, когда он начал оправдывать и просить, узаконить оккупацию Крыма. Ну, то же самое, что Навальный говорил, да? Он мне написал книжки свои, написал, значит, у меня такое «Письмо татарскому другу». Ну, то есть, как вот, знаешь, в Америке кто-нибудь подходит и говорит, «А можно я обращусь к тебе, мой ирландский сосед?» Ну, это же еб... Ну, это просто больные люди просто, понимаешь? И при этом они еще и евреи. То есть люди, которые клеймили оскорбительными наклейками. Но вот самый худший человек – это человек, который хочет построиться под своего палача. Человек, который его унижает. Это стокгольмский синдром, ну, можно назвать его московским уже или российским синдромом. Самые худшие люди – это манкурты. Это люди, которые пытаются встроиться в общество людоедов. У них это никогда не получается, но выглядят они при этом очень мерзко. Они сами себя уничтожают. Я вот этого почти не понимаю. Такая, знаешь, моральная, ментальная эстаназия, мотивы и приводные ремни, которые мне не ясны. Но я уже и не хочу с этим разбираться. Это потом, после уничтожения расшизма, должны быть диссертации, исследования причин такого поведения разных групп людей, присусобленцев, отрицателей очевидного и так далее. Вот эти мимикрии – это сложно. Это научная история. В этом нужно поставить точку. Иначе Россия снова… Вот они же мечтают, что сейчас Путина сняли, как-то скинули, ядер наружу им оставили, и они снова через 20 лет опять придут в Украину. Но мы этого не хотим, я бы так сказал. Мы не хотим такого будущего своим детям, поэтому мы сделаем все, чтобы не оставить им никаких шансов на возрождение России в ее нынешнем виде. В ее нынешнем виде. Это замечательно, потому что России нужно видоизмениться и срочно для того, чтобы это могло как бы существовать там, в таком виде, в котором это может быть кому-то полезным, кто там находится на этой территории. Я хочу просто найти перед тем, как мы завершим нашу беседу, голосование наших замечательных зрителей и посмотреть, как они проголосовали. Но сейчас это оказалось чуть сложнее. Поэтому я быстро напомню, что, друзья, подписывайтесь на канал «Рашкин репорт». Ну, хорошо. Значит, не вижу, так не вижу. Айдер, ты знаешь, я все-таки не могу понять, почему такие слова о Шендеровиче, хотя я понимаю, что он как бы при этом роет свою собственную яму. Это как-то очень печально наблюдать со стороны, потому что, ну, действительно, как ты говорил, это остроумный, умный человек. И в каком-то смысле интеллектуальная элита того, что осталось, но интеллектуальная элита того, что осталось, оказалось, в общем, ничего там положительного нет. То есть как-то нужно просто, видимо, плюнуть на эту страну, так что ли? Плюнуть на Россию, дать ее и развивать свою жизнь и карьеру где-то за пределами этой территории, потому что там будущего нет ни сейчас, ни завтра, ни через пять лет, ни через двадцать. Но, скажем, моего образования десятиклассного тамбовского хватает для того, чтобы понять, что как бы там ни изменилась власть, я же этих людей прекрасно помню. Это может, он их не видел, может, он там жил в своем бульварном кольце. Но я объясню ему, что вот эти его мальчики, его мальчики, что они с ним сделали, окажись, он с ними в окопах. Вот просто я даже описывать этого не буду, да, потому что все прекрасно все понимают. Это вот такая идиотизм типа народовольцев. Но в отличие от этого, этих вот, да, народовольцы реальны, вот, подвижниками были, да, а эти нет, это циничные люди в прекрасных, в прекрасных своих квартирах многоуровневых. Это с огромными деньгами, которые привыкли, что их носят на руках. А тут подходит там к концертному залу, а на нем замок висит. А ты кто такой? Я Витя Шандерович, а мы тебя не знаем. Понимаешь? И вот или... Нет, ну как же, он против Путина, он ужасен. Ну это теперь, это еще смешнее звучит еще. Он против Путина. А у нас тут палата, они все против Путина. А что они делают? Они друг друга едят. Ну отлично. Палата против Путина, значит. Палата дураков против Путина. Ну то есть если ты против Путина, то что ж теперь, можно все что ли, да? Нет, конечно. Вот, не все можно. И вообще ничего нельзя. Вот. Дал им дельный совет один умный человек, просто замолчите лет на пять. Но они же не могут. Вот. Они же, как говорится, рот закрыт, рабочее место убрано. Ничего больше в жизни не умеют. Вот. Ну а как выяснилось, и это не умеют. И главная проблема там, на самом деле, я же говорю, две проблемы. Это отсутствие полной эмпатии, сочувствия. Прямо это видно на них. Это написано большими буквами. У меня сестра в Израиле живет. Как они могут не сочувствовать? Что это за люди? Это стеклянные люди какие-то, прозрачные глаза. Они не понимают даже, что они говорят. Они не понимают, насколько они неприличные. Да, но у меня сестра хорошо воспитанный человек, врач, она добрая очень. И очень много людей в Израиле. Кстати, спасибо Израилю. Я как-то там был буквально неделю, полгода назад. Но люди на личном уровне, с политикой там сложно все, я не буду обсуждать. Но на личном уровне все поддерживают Украину. Ну кроме совсем упоротых дурачков, которые сидят в русских магазинах и ненавидят этих жидов. Они сидят в Израиле. Все эти, сука, все черные кругом. Вот эти, да. А все нормальные израильтяне. Любого подойди в обмене валюты. Вы с Украины побеждаете. Там где-то, я не знаю, в ресторан, в кафе бармен. Вы из Украины убейте всех террористов. И так далее. Вот это я понимаю. Люди понимают, что Украина в таком же положении, как Израиль всю жизнь живет. Для этого не надо быть украинцем. Не надо даже не знать ничего. Надо просто быть нормальным человеком с эмпатией, с душой, с добротой. Не с перекошенным хлебалом, понимаете? И вот они все, чем старее, тем дурее. Вот они тем ужаснее выглядят. Как бы старость, да? Она должна быть какая-то хемингуэйская, да? Она какая-то должна быть спокойная, мудрая какая-то такая. Извини, Хемингуэй застрелился. О чем ты говоришь? Я не про то, что он застрелился. Это просто неудачный пример. Но я просто фотографию его красивую вспомнил. А, красивую. Она должна быть... Я просто был в Айдаха, в этой Сан-Вале. Хорошо, поставьте любое имя любого человека, пожилого, который дожил, не замарав свое имя до своего природного конца. Вот, не испортить некролог, это очень тяжело. Не, ну эти люди свой некролог уже порвали и потерлись им уже многократно. Они уже по третьему разу им подтираются. Ну, как бы, это не проблема для человечества. И, в общем, надо перестать про них говорить. Потому что это проблема их, а их проблемы вообще никому не интересуют. Поскольку они не сопряжены ни с реальными страданиями, ни с реальными потерями. И то, что там Макаревичу бильярдных русских не хватает. Но это говорит просто о том, что он эстетический ноль. Он вообще не понимает, что люди потеряли. Это говорит о том, что человеку, который оказывается за пределами того места, где он привык жить и работать, не хватает чего-то. Особенно, когда у человека есть средства, то нужно открыть реальную. Надо открыть реальную, и тогда, может быть, жизнь будет лучше. Смотри, человеку может не хватать только нескольких вещей. Это кнопки «заснуть», потому что спать все тяжелее с возрастом становится, да, засыпать. Значит, силу разных причин. Значит, не хватает чувства юмора, и это ничем не вылечит. И не хватает эмпатии и сострадания. Это абсолютно, видимо, врожденная уже история. Это никак. Вот в этом, может, все такие выживали, да, у которых нет эмпатии. Мимо которого можно было спокойно соседа привезти со всей семьей на расстрел. Они дальше смотрели, играли в шахматы там и так далее, да. И чувство меры, чувство такта, эстетический вкус, который, наверное, Советский Союз не мог воспитать. А вот всю эту западную музыку, культуру, живопись, они восприняли как картинки просто. Они не прочувствовали их, они не поняли, что за этим стоит культура взаимоуважения людей. Поэтому они будут до конца своих дней висеть как идиоты, обмазываться говном. Значит, не знаю, спрашивают друг у друга, уважают ли они друг друга. Давайте оставим их в сумасшедшем доме. У меня к ним одна только. Если они не воюют против Украины, ну и как бы и нет их совсем, да. Но, правда, Шандерович спонсирует вагнерцев, пригожин, которых наши там поубивали немножко много в Бахмуте. То есть передайте Виктору Анатольевичу, что донат компании «Вагнер» не помог ребятам его. Ну, они как бы там в посадках, да. Неудачная была благотворительная акция Виктора Анатольевича. Такое. Да, нам пишут. Моя сестра в Кишиневе живет, любит Рашку и ненавидит молдаван. Сама при этом молдаванка. Ну, так бывает. А что у нас, Манкуртов мало с украинскими фамилиями? Я вообще считаю, вообще обсуждение этносов, оно порочно изначально, оно дебильно просто. Какой этнос? Есть один этнос. Человек, люди и антилюди. Два в мире этноса есть. Сейчас мир глобален. Люди летают куда хотят. Уважают друг другу культуру по умолчанию. Не спрашивают там, ты меня уважаешь за грудки. Да нет, просто интересуются друг другом. Это же так интересно. Вообще все различия национальные, они просто как бы не для того, чтобы друга ненавидеть. А для того, чтобы интересоваться друг другом, для того, чтобы... Вот я приехал в один регион Украины, в другой, там отличия есть и такие, и такие, и такие. И это отличия, я их не буду расчесывать. Я не дебил из совка. Я их буду копить, я буду впечатлений набираться. Я буду набираться впечатлений от людей. Я никогда, никогда не скажу глупостей таких. Ну, я не знаю. Ну, надо быть просто человеком. Мне сложно их... Это, мне кажется, все-таки действительно Лос-Подривянский прав и его версия, что весь мир вот откуда-то из Африки вышел, он был там на этом месте. А вот они, по-моему, из пещеры Денисова все-таки. Там у них как... Что-то у них там оттяпало природа. Вот это место, которым сочувствуют другим, да? Вот как-то у них с этим все плохо, да? Но они приходятся сочувствовать самим себе, потому что никто им больше не посочувствует. Поэтому они... Потому что им нехера сочувствовать, потому что они и не пострадали нихера. Вот и все. И то, что они временно... Они вот это, не знаю, релаканты. Вы не релаканты, вы оккупанты и засранцы. Вот и все. Ну, это, кстати, ты интересно и сказал вещь несколько минут назад о том, что как бы занижение себя как способ выжить. Вот такой рабский подход. Да. Это о многом говорит. Ну что ж, друзья, давайте закончим наш... Завершим опрос. Я вижу, что 67% заявили, да, вы выдавили из себя россиянина или русского. 19% сказали, не до конца, это честные люди. И нет, я не собираюсь, сказали 14%. Друзья, я очень рад, что вы приняли участие в нашем эфире, в нашем голосовании. Айдар, большое спасибо тебе, как всегда, за твое время, за твои мысли. Даже когда с тобой не согласен, понимаешь, что, возможно, я не прав. Минуточку. А с чем это ты не согласен? Расскажи зрителям, с чем ты не согласен. С чем я не согласен? Мне тяжело отказаться от того, что Шендерович оказался... Что Шендерович на самом деле вот такой человек, которому он сейчас себя показывает. Мне кажется, что он просто эволюционирует, пытается эволюционировать. С трудом это делает, но пытается развиваться. Но он при этом считает себя, видимо, как я сказал, Карине Орловой, он считает себя элитой России. Это тяжелая ситуация, потому что, к сожалению, при всем уважении, никакая там не элита. И это не та страна, в которой Шендерович может быть. Поэтому, ну, это осознание, тяжелый процесс, и, к сожалению... Йорр, только это называется не эволюция, это называется деградация. Не эволюция, а деградация. Это тоже процесс, только, знаешь, такая минусовая, отрицательная эволюция называется, да? Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, я даже не могу им посоветовать лечиться, потому что у них не получится. Просто их надо игнорировать. Вот как игнорируют, вот к ним надо относиться так, как в анекдоте. Вот, доктор, меня никто не замечает. Следующий. Все. Ну, прекрасно. Да. Ну, что ж, я хочу сказать, что нас заметили. Нас смотрит почти 500 человек сейчас. Большое спасибо вам всем, друзья. Спасибо Айдеру Мужтабаеву. И слава Украине! Героям слава! Героям слава!